Слушайте, Джоэл был типом, то он, походу, как местный олигарх, это она нарисовала, не похож, ну кто-то русского мужика похож, короче, на этой картинке, не могу вспомнить какого. Ну, это, кстати, еще не последний раз, когда мы видим Джоэла, насколько я понимаю, он еще будет возвращаться в слезоточивых снах и воспоминаниях, будет рассказывать ей про Юру Гагарина, который совершил свой первый полет, но скажешь, что он, Гагарин, был хорош, но первым на Луну высадился наш парень, Стиви Вандер. О, зеркало в игре, блядь. Так, наебка какая-то, там коробка с той стороны, с подсадной Элли. Не, нифига, блин, могут же, как плойка-то не сгорела сейчас, а? Жесть. Блядь, че ты вообще сюда пришла, съебись, блядь. Это моя печаль, мое горе, не путайся под ногами, присосалась, блядь. Не люблю вот подсосов таких, конечно. Подождала бы на улице. Блядь, очень скучно жить, походу, без телевизора. Хотя нет, стойте, у них есть телевизор внизу, я даже видеокассеты видел. Там же был видак в натуре. Ну и электричество у них есть, у них есть генераторы. То есть телека-то может и нет в привычном понимании, ну то есть Киселев не рассказывает нам, как жить, так сказать. Но, да, вон, ну все, видак, есть видеокассета, вон стоят. Devil Slayer, Island of Silence. Ну, короче, какие-то скинчики какие-то нормальные, боевички, наверное. Короче, Джоэлу повезло. Ну, в каком-то смысле. О, блин, они из Аргентины, походу. Ну, это надо брать, я считаю. В очко эти часы и запихать этой подруге. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграет для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. А, нет, все-таки, видите, Томми... Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. Я думал, это, возможно, тот шовинист из закусочной. Обычно такие парни оказываются такими молчаливыми героями. Я не могла. Сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Ну, выглядят они как хуёвый отряд мести, если честно, блядь. Какое-то жалкое зрелище, я бы сказал. Я, кстати, оценил шутку про то, что у него фамилия Мо. Но я не думаю, блядь. Но это вот такие машины Мэдди Мурк покупает. Я не знаю, зачем. Кстати, сейчас все Е34 пиздец как подорожали в цене. На автомате такая, как мы взяли даже. Самая дешевая 250. Я охерел. Сейчас-то механики дешевле 150 не найти. Просто жесть какая-то. Что с ценами? Реклама, думаете, моя сработала. Все решили себе говна купить резко. Ну, мэбэм, мэбэм. Какое вообще первое впечатление у людей? Вот у того же Дениса Виллафгеймса. Вроде Алина Рин, кто-то еще. Вот какое у них впечатление? Они вроде как всегда, ну, скажем так, более лояльны к игропрому. И сглаживают углы. То есть никогда не говорят говно, когда даже сами считают, что говно. Но в целом какая-то же реакция должна была быть. Что, в общем, люди говорят по первым отзывам? Не продажные журналисты и те, кому игру дали там за три недели до релиза, а именно обычный люк, какого мнения? Black Silver сгорел. А XBD с говном смешали. Эти два ЛГБТ белоруса? Мне они всегда какими-то кринжовыми казались, если честно. Друг IT-педии Банан расплакался от игры. Но Банану верю. И я не буду скорополитных выводов делать. Я, в принципе, сказал уже некоторые вещи, которые хотел. Ну, я прямо, скажем, далеко не фанат вообще, в принципе. Мне понравилась история первой игры, она мне реально понравилась. Но вот этот геймплей, я его прямо с каждой секундой, когда мне надо что-то перелезть, Кликутуна убить, даже на минимальном уровне сложности, мне это и то уже, ну, за два часа геймплея, из которых час пятьдесят было кинцо, мне это уже надоело. Ну, то есть, а игра двадцать часов. А так, в целом, ну, типа, вот даже стримерский ажиотаж, мне непонятно, ну, например, Кекс, он прям хайпит, хайпит, типа, я буду проходить, я буду там игру вылизывать. Но она же скучная для стрима. Облизывать я бы ее точно не стал, то есть, наоборот, пройти побыстрее и все кинцо посмотреть. Это вот, ну, то, что, как бы, хороший стример сделает со своими зрителями. Нормально, нормально, это от создателей Uncharted, тут тяжело сорваться. Прям сталкером повоняло немного, согласна? Узнали? Согласна? Те ворота я открыла. Осталось с этими разобраться. Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Мы, это кто? Я и мой нос, блядь, или что? Я не понял. Блин, нужно посмотреть, будет ли рыдать Гитману. Он так любит первый Last of Us. Мне кажется, он сильно расстроится. Надо ему завтра зайти и нас полерить, чтобы он не переживал. А то удар хватит, я не смогу пережить потерю друга. Хотя, с другой стороны, тогда квартира вернется мне, которую я в карты продул. Ладно, не буду спойлерить. Пластическая операция, блядь. А, 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 смотрите, смотрите, смотрите. Вот тут мне даже подсказка не нужна, я умнее, чем игра. Сто пудово люди сидели минут по 40, думали, а как вообще? Так, ребят, теперь ваша часть, кто делал скриншоты. Че, никто, что ли, блядь, не сделал скриншоты этих кодов, ебучих мне час назад, блядь? Я же просил, ребята, это даже хуже, чем когда вы отказываетесь за меня в папку играть. 05-12, все, спасибо. 30 минут, чтобы, вот просто, чтобы якорь за собой протащить, блядь. Я теперь понимаю, почему Кекс не хочет со мной в папку играть на турнире Адреналина. Так, пацаны, кто делал скриншоты той записки? Ради лошади, на самом деле, ворота открывались. Блин, ребята, если вы продолжите называть Дину лошадью, я обижусь, потому что это вайф, так сказать. Сначала надо включить питание. Ну, блядь, шо ж ты... Ладно, короче, ищем генератор. Блин, как же хочется просто татуировку пиздобол сделать на лбу, блядь, каждого, кто говорил о том, что они сделали какой-то свежий геймплей. Я не знаю, конечно, ну, может быть, что-то изменится в дальнейшем, но... Надежда мала. Что-то не распёрживается, по-моему. Эй, придётся искать бензин, окей. Может, просто на сын туда? Ну, слушайте, вот это очень похоже на суд, будем откровенно. Нет, это церковь какая-то. Блин. Да, это суд, пацаны. Нет, это синагога. Да, не стать мне... Не пройти мне геюр, короче, с такими познаниями. Ну, а она-то сразу поняла, что это синагога. Тут-то это, как бы, и сомнению не подлежит. Да, ханя. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Так подковрни носом, задвижь. Может быть, пройдём тогда? Блин, не буду говорить, на что похоже эта штука, потому что не знаю, чему они молятся. Да нормально, лол, ты чё? Ты чё, блядь, смеёшься? Ну, серьёзно, ебать. Может, она боится, что она как кролик в Винни-Пухе. Сняла бы, блядь, транец, да пролезла. Помоги, лол. А, понятно. Время молитвы. Может, сегодня суббота, и работать нельзя. Очень попахивает Uncharted-ом. Ну, это, конечно, новое слово в геймплее. Тут, как бы, игрожу, не соврал ни разу. В Last of Us, по-моему, такого не было. Блин, неудобно играть, когда мороженку одной рукой ешь, чтобы не перемазаться, как маленький ребёночек. Просто посидим пока. Санкционная, да. Немецкая, какой-то, походу. Хотя, у нас после ввода санкций начали хернёй заниматься. Все продукты называть каким-нибудь словом иностранным. Тем же самым немецким. А потом смотришь, блин, какой-нибудь Fouette La Sevilla. Смотришь, сделано, блин, на Тульском мясном заводе. Из говяжьих анусов. Блин, хорошего мороженого уже не купишь. Всё либо из пального масла, либо из порошка какого-то, блин. Сто лет уже не ел мороженого реально из молочных. Сейчас куча мороженого с меткой без БМЖ. Без заменителя молочного жира. Чувак, я не хочу тебя расстраивать, но я сейчас несколько вещей скажу ужасных просто. Деда Мороза не существует. Мама, когда говорит, что ты самый красивый, врёт. А на упаковке, блядь, можно написать любую хуйню абсолютно всем поебать. Без заменителей молочного жира? Это значит, что они используют, блядь, вместо заменителей молочного жира? Просто какую-то хуйню, я не знаю, сперму, блядь, верблюда. Какую-нибудь самую дешёвую срань, которую только можно найти в природе. Я даже не уверен, что, например, какое-нибудь пальмовое масло считается заменителем, блядь, жира молочного. Получается, я не самый красивый. Конкретно ты вообще пиздец, уёбище. Но может кому-то и не вру. Но точно не тебе. Журнальчики, смотрите. Тема номер камуфляж. Я всё-таки считаю, что журналы из Мафии 2 были лучшим вариантом для журналов. Вот если в ремейк Мафия 1 добавит журналы с сиськами, я Ангару 13 всё прощу. Дожду нелепую игру Мафия 3, которая называлась. Коллекционная карта Всезнайка. Ну, наверное, это можно считать в каком-то смысле полупорнографией. Я бы смог на это подрочить. Нормальные коллектаблс. Ай, блин, ну неужели в реальной жизни вот эта тема стала бы непреодолимым препятствием? Ну, серьёзно. Ну, блядь, даже я, даже в нынешней своей форме смог бы это преодолеть. Так, Томми уже был здесь или это и есть Томми? Нет, это не Томми. У Томми нос большой. Это, кстати, та свиня, которая хотела... Да-да-да-да-да, это та свиня, которую Элли хотела убить. Ну, Томми молодец, взялся за дело крепко, как прям Лайм Нисон. Джоэл мне рассказывал. Ты задаёшь одному вопрос, но ответ он должен написать. Спрашиваешь другого. И если ответ совпал, значит правда. Так Джоэл мусором, что ли, был, получается? Нет, убиваешь. Это какие-то способы ментовские, какая-то очная ставка. Вы бы на всякий случай добили парней. Вдруг живые ещё. Вы же не врачи, даже не шарите за это дерьмо. Ну, этот выглядит прям супер мёртвым. Но на всякий случай. А, в этом выстрелить нельзя, лол. Ну, вот он испортит всю малину. Он выберется и, короче, убьёт нас в итоге. Или ещё что-нибудь, не знаю. Блин, бедная ложь. Живо! Я не знаю. Ну, Томми, наверное, спасёт Деня. Или Капитан Прайс. Где Капитан Прайс, когда он так нужен? Капитан Прайс всегда появлялся в такие моменты раньше. Не думал, что мы ещё раз увидимся. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько у вас всего? Только двое? Нас не остановить. Смешная угроза. Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Ну, клёво. Она ещё... Её не поймали. Если она жива, если она не упала в канализацию. У нас новый приказ. Убивать нарушителей. Погоди, постой, постой. Это же бред какой-то. Это прямой приказ. Нет, давайте допросим её. Выясним, что она знает. Да насрать на это всё. Ты видел, что она сделала. Чувак абсолютно адекватен. Ты можешь хоть на секундочку свои... Жаский ты, что ты нахер. Минус Дина, парка. Зря мы сюда припёрлись. Дина! Повезло, повезло. Дина, терпи. Умразь, сука. Ты не ранена? Заживёт. Погодите. Она так валялась, как будто ей... Блядь, из пистолета засадили. Вам так не показалось? Я был уверен, что её подстрелили, а она умрёт. Пистолет есть, давай примем их. Мы же на них и охотимся. Во-во-во-во. Справа у тебя! Мозги, мозги вылетели. Ля, как разлетелись. Не, ну понятно, у него много мозгов было. Он реально был самый умный. Он обходил прям всё такое. Типа, если учесть, что это минимальная сложность, он проявил себя как красавчик. Не, ну вот с такими анимациями смертей, ранений и всего остального, именно кровавость этой игры просто охуительная. Прям вообще пиздец, то, что надо. Вот я такое люблю, прям... Но если бы ещё можно было с мыши хуячить, это было бы вообще замечательно. Джеки Чана сейчас дам, смотрите. Ту-ру-ру-ру! Ту-ру-ру! Блядь, не та кнопка! Ах! Слава богу! Теперь ты... Что ты хочешь сделать? Застрял! Попробуй помочь мне немного. Да, работая на себя явно не утружит. Это всё, что я могу сказать. Мне кажется, здесь нет особых чувств. Не знаю, зачем она с нами поехала. Может, она крыса какая-то. В него стрелять не буду, пусть сама убивает. Давай. Только голый пистолет, не разводи, прибей его. Ладно, меня вынудили. Да, братец, придётся тебе теперь правой рукой справляться. Больно, наверное. Ну, больно было и Джоэлу, когда я ему ногу отстрелил, знаете ли. Это здорово, это здорово. Мне нравится ещё, как она всё время спрашивает, кого-нибудь узнаёшь. Надеюсь. Типа, это намёк на то, что мы убиваем, по сути, вообще людей, которые не при делах. То есть, мы уже накеляли, как Джон Рэмбо, блин. Блин, по ноге хотел... На, сука! Больно, наверное. Это компьютерные персонажи. Я не сумасшедший. Это наш лошадь, да? Лошадь Томми. Блин, это лошадь Томми. А сам Томми не лежит здесь где-нибудь? Только нет, если она беременна от меня. А, нет, она беременна от того парня, от Калая. Всё, я понял. Тут же будет ещё размен, типа, её убьют, и она будет беременна. И Элли тоже убьёт беременную. Потому что убийство беременной, это, короче, полная жесть. Тебя жопа. Как вы понимаете, к этому всё и приведёт. Особенно в этом мире, где каждый человек, типа, на вес золота. Но я думаю, что это даже спойлером не считается, что любой, увидев блюющую женщину, сразу понимает, что если она до этого не бухала, значит, она беременна. Ну, либо даже если она до этого бухала, есть шанс, что она всё равно беременна. Просто сынуля будет футболистом, так сказать. А дочь стримерши. Стой. Да вижу. Растяжка. Спасибо. А вот этот не заметил. Хе-хе, как её, блин, нифига себе. Прямо об стену. Бум. Опа. Повешенных-то сколько... Не, ну это уже, мне кажется, не Томми. Томми бы так не угорел, блин. Да это, скорее всего, члены той секты. Это послание. Ну, это правильное послание. У нас есть конкуренты, которые и так этих говноедов зачистят. Мы можем даже и не париться. Можно домой идти. Козочек в постель. Чё они там собирались делать? Главное в играх с таким сюжетом и фильмах, это план, что будет, когда всё закончится. Чтобы персонажам было о чём мечтать. Ля какой, с енотиком полускуном. Это, по-моему, пенис Детров был. Кто-то луки качал, похоже, в Скайриме. И по-другому не скажешь. Может, у кого-то была мать отважной женщины. Потому что я даже не знаю. На Томми это очень не похоже. Месть как-то не задаётся. Я бы хотел побольше стрелять в тех, кто убил Джоэла. А в итоге... Их всех убили какие-то другие люди. Интересно, как Элли поняла, что это она, а не он, так сказать. Ну, пойдём, пойдём. Вы видели Рэгдолл падение? Это такой смех. Блин, ну, я... Просто думал на пожарную лестницу спрыгнуть, так называемую. Иди сюда. Иди сюда, сука. Ещё остались? Да, это жёстко. Сюда. Опознанию не подлежит. Кепка осталась? Я даже, блин, внимания не обратил. Вот срань! Дина! Бежим! Нарушители! Вон там! Они заодно со шрамами! Откуда я знаю? Стреляйте! Блядь! Тут без замедления времени не вывести. Твою мать! Да, блядь, ещё и уворачивается. Быстрее, быстрее перезаряжай, детка. Да чего мы должны, детка? Сволочь! Да вы чё, воскресаете это постоянно! Чего? Чё это за мужики? Чё это за близнецы? Блядь, это бесконечный респ! Охуеть! Я все патроны слил, блядь, на бесконечный респ! Это даже не стреляет! В итоге, блядь, просто клоуны какие-то начали бежать! Чё это за кал? Блин! Я перебил целую армию! И всё это ради чего? Чтобы мне сказали, что на самом деле я должен просто соссать и убежать? Не стой! Какая говятина просто! Тьфу нахуй! Какие-то подземки попёрли. Как в видеоблогах Супер Суса. Блин, засада! Вон там! Блин! Кого их? Она бежит! Клипатуны, воюйте против них! Давай-давай, мужик! Да, блядь! Да, блядь! Динамо тащи! Не могу прицел поднять! Тут нельзя надолго задерживаться. Ты что ты говоришь, блядь? А я думал тут, блядь, пожить нахуй. Годика два. Уж больно место хорошее. Пойдём отсюда. Нахуй ты вообще со мной поехал. Ну, кстати, тебе не нормально выглядит вот это освещение. Я, правда, издали не понял, что там за чебурашка заднее. У неё стоит, точнее, крокодил Гена. Но потом вспомнил, что мы в противогазах. Я с тобой! С тобой! Выходи! Выходи! Твою мать! Чё, парни, не затащили? Я бы сказал, что это не похоже на крушение поезда. Я думаю, что это последствия конца света, так сказать, этой пандемии криптовой, которая здесь была. Как долго поезда ходили после начала эпидемии? Думаю, до предела, судя по тому, сколько московское метро работало. Оно даже так и не встало ни разу за всё время пандемии, которая у нас была. Мы, правда, не превратились пока в кликтунов. Одно дело, когда ты чётко знаешь, что его 15 часов, и ты пройдёшь за 15 игру, и типа, на этом всё закончится, как было с первого стоп-класса. Но другое дело, когда ты знаешь, что его 25-30 часов. Я просто не выдержу. Элли, твоя маска! Держи, будем дышать по очереди. Нет, нет, нет! Не снимай её, Дина, не надо! Не надо! Что? Нет! Элли, нет! Стой! Я не заражусь! Я иммунна! Я не кашляю, видишь? Чёрт! Дина! Проклятие! Бежать можешь? Вот это каминг-аунт. Убежали! Вперёд! Пропусти, сука! Я не сразу! Да хуй с ней! Бля, почему надо сначала начинать, я не понял. Я-то убежал. Ну, а её и схватили, блин. Пусть она заново и грузится. У меня всё нормально было, я прошёл. Короче, тот же самый Last of Us, только вместо Джоэла теперь бегаем с какой-то днёй. С Диной. Геймплей по-прежнему ужасен. Очень скучный, очень скучный гейплей. Но в первой части был такой же, и кому-то он нравится. Он субъективно мне не нравится. То есть, ну, я не люблю такое. Типа, первая часть мне очень понравилась. Я её с интересом прошёл, но... Что меня в этой-то должно заинтересовать, я так и не понял. То есть, ну, типа, отношение Элли с Диной, или то, что мне очень должно хотеться отомстить за Джоэла. Типа, мне хочется, конечно, но я как-то эту смерть Джоэла вообще не воспринял, как канон, скажем так. То есть, для меня, по сути, Last of Us закончился на первой части. А это какие-то, ну, бредовые фантазии. Как мне кажется. И большинство того, что говорили... Ну, блин, по первым пяти часам, конечно, судить, но даже вот каких-то технических моментов, касаясь то, что никогда такого не видели, никогда таких анимаций, такой графики. Кто такое несёт, он пиздобол просто конченый. Даже на консолях, блядь, ну, лучше есть. И эта игра вообще... Вот в Unchart отыграл. Может, я, конечно, плохо помню что-то, но она, ну, ничем не выделяется даже на фоне, там, Unchart до последнего, который даже посимпатичнее, на мой взгляд, был.